Всем привет, друзья! Прошу прощения за то, что не выходили так долго видео на моем канале. Это было связано с тем, что, первое, нельзя было снимать на самих соревнованиях. Даже себя, по сути, нам запрещали, но мы как-то выкручивали ситуации. И второй момент, то что не было моего оператора Димы со мной. Сейчас мы уже вместе в Киеве записываем это видео. Там мы перебивались. Что-то сам снимал, что-то я снимал с моим другом Ромой. Ну, как-то так. В этом видео я хочу поделиться впечатлениями о ВСМ, о самой поездке. Почему я не попал в финал, что помешало и как так вообще получилось. Нормально? Нормально. Как это произошло, оущество? Да за что? Первое, с чего хочу начать, это я заболел до соревнований за две недели. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что, когда соревнуешься с топами мира, с стронги, либо в любом виде спорта, другом, важна каждая деталь. Каждый сантиметр, каждая секунда, полсекунды и так далее. Потому что, ну, результаты очень плотные, очень тяжело выиграть соревнования, если у тебя есть дырки. А болезнь просто состояние грузит. Восстановление хуже, сон хуже, дышать сложнее. Много-много моментов, которые одна простуда делает спортсмену большой-большой каки. Второй момент, это адаптация, акклиматизация, привыкание к часовым поясам. Но если брать Европу и Азию, и всех других спортсменов, кто не в Америке живет, мы в равных условиях. Но в условиях, если ты заболевший, и организм работает не так, как должен, это сложнее гораздо. Но упустим этот момент, это один из. То есть просто мы понимаем, что организм идет немножко не по тому направлению, где бы ему хотелось быть. И начинается соревнование. Первый день зашел для меня не очень. Были плохие упражнения. Первое упражнение было не очень для меня. На втором у меня поднялась температура, я выходил на тягу. Вы можете увидеть на видео с красным очень лицом, опухший очень. У меня было 38 температуры на тяге. И как бы я не хотел носиловать свое тело. И работал одновременно, и нужно было поберечь, потому что башка раскалывалась. Но результат, типа, вот такой вот. Да, есть у нас 6. Для меня это отвратительный результат. Другие ребята потянули и сравнялись со мной. И меня это сильно потянуло вниз. Но так вот случается. Но, когда я понимал, что я, блин, я на четвертом месте в отборе. Я понимал, что на следующий день мне нужно просто рвать и выиграть упражнение каждое. А так случилось, что моя группа почему-то самая сильная. И все результаты у нас самые высокие из всех групп. И мне нужно было реально упираться очень мощно. Итак, второй день. Как было по упражнениям? Я понимаю, что проигрывать ни в коем случае нельзя. Я обязан выигрывать. Я настраиваюсь максимально. Включаю там на 100% себя. И пальцы. Мы выходим с люком. Я в люк все время расскажу, что это его любимое упражнение. Он там все вдрючит, все жестко. Ну, думаю, окей. Сейчас посмотрим, как оно будет. Слабину мы не будем проявлять. Начинается. Я первый перебрасываю. Он легкий реально. Но я вижу, что я опаздываю по темпу немножко. Второй тоже. Я еще сзади люка. Третий тяжелый уже. Но я все равно уже сравниваю немножко дистанцию. То есть мы уже идем вместе. Четвертый начинаем. И четвертый я заканчиваю быстрее. Там на, не знаю, секунду, может. То есть очень быстрые результаты были. Очень рядышком было. У меня после упражнения было такое. Настолько давило в ладошки, что у меня... Ну, это в каждую из ладонь. У меня после соревнований дня 4, наверное, 5 просто болело мясо на ладошках. Это, блин, интересное ощущение. Никогда такого не было. Давление очень большое. Я думаю, свыше 200 килограмм. А на последнем, я думаю, там и 250 точно было. Потому что нереально тяжело именно в этом положении было стоять. Следующее упражнение это эстафет оверхед. Это как бы мое упражнение. Скорость и резкость поднятия каких-то весов это мое. Гантель я себя чувствую идеально. Штанга 155 килограмм. Это не сильно тяжелая. И аксель 167. Моя техника я поднимаю через руку. Но здесь ошибаться нельзя просто. Потому что с вот этой техникой это немножко затягивает процесс. И я выбираю поменять технику, чтобы делать это через живот. И здесь все будут работать на максимум очень быстро. Люк Столькман имеет шикарный шеверхед. У него рекорд Англии 221 килограмм. То есть мы понимаем, что это очень сильные плечи. Соответственно мне нужно с таким спортсменом соревноваться. И что-то ему сопоставить. Я выдумал как это лучше сделать. Отработать максимально быстро дамбл. По правилам разрешено поднять штангу и бросить ее назад. Мне несколько раз подошел Володя Рекша. Сказал, что сэкономишь много времени. Единственный минус, что не так пошло. Это разрешили перед соревнованиями выкатить штангу на пол. И поднимать не с подушек, а с полу. Таким образом я бы сильнее разогнал и было бы легче. То есть вы видели на тренировках я поднимал 160 на грудь. А здесь не получилось 150 с копейками поднять на грудь. Потому что точка срыва была не та. Ну окей. Итак, два дамбла. Первый, второй я справляюсь быстро. Штанга забрасывается на грудь, съезжает на живот. Я еще раз поднимаю. То есть в целом можно было лучше. Но не хватило сил по объективным причинам. И аксель подорвал быстро, залетела на живот быстро. Съехала с груди на живот. Так же как и со штангой. Потерял несколько секунд на штанге. Полторы на акселе. Можно сделать лучше. Но и этого результата было достаточно, чтобы победить. То есть я первый среди 25 спортсменов. И что интересно, то что в нашей группе я первый, люк второй, файер с третий. То есть у нас группа показывает лучшие результаты среди всех групп других. То есть тоже такой момент давления. Но неважно. Это просто те, кто знают, поймут почему так. Так вот. И я выиграю. Круто, шикарно. Я на первом месте в своей группе. Мы делим баллы с Люком Стольфманом. И я понимаю, что скорее всего я выхожу в финал. Остается одно упражнение. И оно падло. Мое нелюбимое упражнение. Я с вами общался по этому поводу. Это упражнение, конечно. Но не понимаю я его. Но это мои проблемы. Я должен учиться и адаптироваться к упражнениям. И я сейчас этим занимаюсь. Итак, выхожу я на последнее упражнение. Отбора. Это удержание этого кирки. Она там весила, не знаю, 30 с копейки. Потому что очень тяжелая. И жара 44 градуса. С нас течет. Что мы там что-то как-то использовали. Все ломается. Все не работает. Мы тухнем просто. Просто течет вода. Мы стоим, ничего не делаем. Но с нас течет. Первая группа, первая, вторая быстро прошли. А потом оно начало затягиваться. И при этой жаре, блин, просто не выгребали. Мой выход. Я не знаю свое время. Я получил установку просто держать на максимум. Без привязки ко времени. Потому что мозг наш, если мы там привязываемся. Тридцать один, либо тридцать две, тридцать пять секунд. Секунд сорок. Мы продержим ровно столько времени. И больше не будем держать. То есть, если в теории мы могли бы больше продержать. Но мне нужно было максимально держать. То есть, выиграть это упражнение так же. Я уверил, что я могу выиграть. Но не так. Сталось и огадалось. Держу я эту штуку. Я включил в себя наушники музыку. Чтобы не слышать никого. Специально там работать так, как я хочу. Продержал я, мне казалось, ну там, не знаю. Мне важно было выиграть Люка. Я понимаю, что там до победы к Люку еще далеко. Скорее всего, потому что его даже не трусило. Меня там тарабанило на всю планету. И проиграл я это упражнение. Не мое это упражнение. Я признаю, я в этом упражнении слаб. Соответственно, я это исправлю. Я вам даю обещание, что я исправлю это упражнение. И я проиграю Люку. Я себе понимаю, что, скорее всего, я попадаю на Бобби Томпсона на шарах. И там я выиграю, потому что шары у меня хорошие. А у Бобби, у каждого спортсмена есть дырки. И у Бобби именно шары и дырка. И я как бы, ну, окей, нормально, все хорошо. Но по правилам ВСМ все решает последнее упражнение. И то, как кто занял место на этом упражнении, то, по сути, так и получается. И я выхожу в четвертое место. Я, честно, в шоке был. Меня это реально подкосило. Я просто не понимал, да как так. Можно показать такие же хорошие результаты в целом. И не попасть в финал. Это, конечно, для меня было новостью. Но, блин, бывает и такое. В целом, все соревнования для меня выдались большим опытом. Я много для себя понял. Это новые точки роста для меня. Если бы я выиграл, я бы продолжал делать так же, как я и делал до этого. Но сейчас у меня это поражение заставляет менять, адаптироваться и делать это лучше. Чем я сейчас и занимаюсь. Будет следующий год, где я буду готовиться. Где я буду пытаться выиграть. И я думаю, что в следующем году я буду гораздо подготовленнее ментально, физически. И в целом постараюсь не заболеть. После соревнований мы поездили по разным местам. Мы отсняли несколько интересных тренировок. Это вам покажем немножко позже, в следующих выпусках. Так что следите. Ребят, все, кто писал слова поддержки, я вам безумно благодарен. Я в Instagram, в YouTube, я все читаю. Я вам очень благодарен. Я никому не отвечал, даже близким не отвечал. Потому что я закрылся в себе. Вы шикарные. Я очень благодарен. Я читаю всех. Как и слова поддержки, так и хейтеров. Окей. И есть место быть такое, что я знаю для себя, что я, где я неправильно что сделал. Я провел анализ. Я молодой, я свежий. У меня еще как минимум 10 ворсунг-гасменов. Участие на них. У меня будет много шансов показать вам и доказать обратное. Все моменты я закрою результатами. Так что я еще покажу, как оно, что оно. Всех обнял, всех поднял. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...